Дорогие друзья, всех приветствую! Мы находимся в Московской области и сегодня мы посетим старый пионерский лагерь Сосновый Бор. Мы идем по лагерю Сосновый Бор. Впереди нас мы видим корпуса, это одноэтажные кирпичные корпуса и сейчас мы подойдем к ним поближе. Здесь же находятся деревянные корпуса, они тоже одноэтажные, я думаю возможно хозпостройки были. А может быть и жилые, поскольку сзади еще один такой же корпус. Моросит дождь, немножко неудачно мы приехали, не повезло нам с погодой, но тем не менее мы погуляем по этому лагерю. Лагерь, я смотрю, достаточно большой и находится он действительно в Сосновом Бору. Здесь же вот смотрите еще два одноэтажных домика. Ну, скорее всего, это действительно были либо хозпостройки, либо дачки для обслуживающего персонала. Вот мы проходим мимо корпусов. Здесь таких корпусов, я смотрю, не меньше пяти-шести. Я смотрю, даже кое-какая мебель виднеется, шкафы. Да, я думаю, вам будет видно, здесь шкафы стоят и большая веранда, она абсолютно пустая. Хочу подойти еще к одному корпусу. Смотрите, какие были веранды. Да, дверь закрыта на века. Жаль, очень хотелось бы посмотреть, поскольку я вижу, что там внутри что-то есть. По крайней мере, детские шкафчики я вижу отсюда. Вот еще один аналогичный корпус. И я вижу здесь открыто окно. Мне хочется сюда подойти. Вот она, эта веранда. Пол подо мной так охрустит. Здесь детские шкафчики. И смотрите, какое огромное помещение. Сколько секций батареи. Здесь когда-то было очень-очень тепло. И еще одна такая же комната. Тоже шкафчики стоят. Сейчас зайдем. Здесь были душевые, как я понимаю. Для ребятишек. И санузел. Ну а здесь, опять же, огромная веранда. Светлая. Как здесь когда-то было хорошо. Опять же, умывальники. И мы... И мы... И мы... мы покидаем этот корпус смотрите маленькая беседочка для совсем маленьких детишек кстати в ней я сейчас спрячусь от дождя хоть и ненадолго она довольно-таки целая в хорошем состоянии и рядом с ней такая же беседочка но это уже беседочка скоро рухнет впереди нас аналогичный корпус который мы видели только что в него тоже двери закрыты по крайней мере мы погуляем подышим хорошим воздухом у него было два входа и к одному из ходов я сейчас подойду лагерь этот заброшен очень давно сами видите по его состоянии посмотрим что там внутри тоже большая веранда много шкафов составленных друг другу столы поставленный друг на друга и две скамейки принципе больше ничего здесь нет мы вышли из зарослей на аллею смотрите фонари сохранились и идем по этой аллее вперед впереди я вижу большую ель и сейчас мы к ней подойдем здесь же мы видим какие-то ворота очень странно и белый корпус большой белый корпус если бы я не знал что это пионерский лагерь я бы принял этот корпус за учебные заведения очень похожи на школу смотрите какую беседку мы обнаружили причем она в довольно таки хорошем состоянии у нее все цело зайдем внутрь здесь сохранились скамьи они в отличном состоянии не гнилые просто здорово и полы по которым я иду тоже очень хорошем состоянии я хочу обойти это здание посмотреть может быть есть главный вход где можно в него войти но скорее всего войти в него не получится здание закрыто на вечную консервацию может быть в надежде что когда-нибудь этот пионерский лагерь вдруг снова начнет свою деятельность но как я понимаю этого уже никогда не будет пионерские лагеря больше никому не нужны еще раз хочу сказать как это здание похоже на школу вероятно вот здесь был главный в него вход я хочу подойти и показать вам смотрите какие стекла а за ними лестничные пролеты я думаю что вам это видно и соответственно с этой стороны тоже вот такой был огромный корпус еще одно кирпичное здание конечно тоже закрытое но меня поражает действительно размах этого лагеря насколько он был большой и какие в нем были гигантские корпуса ну что говорить все таки это московской области вот еще одно деревянное здание как я понимаю эти корпуса были более старые они напоминают корпуса из пионерских лагерей моего детства смотрите какое крылечко вход здесь стол дорогие друзья хочу еще показать старинную колонку пожарных кран сколько ему может быть лет мы идем по заросшей аллейке когда-то она освещалась фонари до сих пор присутствуют хотя не горят уже много-много лет повсюду заколочены старые корпуса лагерь действительно был очень большой все корпуса заколочены но их состояние довольно таки хорошее я считаю что все это благодаря тому что лагерь находится под охраной скорее всего я думаю это была столовая внешне очень похоже снова пошел дождь и сейчас мы спрячемся от него на крылечке этой столовой здесь был главный вход огромная столовая что у нас сегодня чем нас будут кормить ну и столовой кромешная тьма дверь туда конечно же заперта жаль что мы не сможем ее посетить здесь же перед столовой находятся два стенда на которых когда-то были самые различные плакаты пионерской жизни этот стенд абсолютно пустой ну а на втором есть надпись спорт мы набрели на детскую площадку здесь повсюду находятся снаряды для занятий спортом и рядом очередной заколоченный корпус дорогие друзья смотрите как много здесь старых деревянных корпусов и если не знать расположение лагеря то здесь можно запросто соблудиться кстати сейчас уже темнеет и скоро мы будем направляться в обратную сторону очень хочется увидеть что то интересное вот это здание очень большое я думаю что в нем скорее всего находился клуб когда-то думаю что здесь где заколоченные двери отсюда ребята выходили после кино сеансов сейчас эти двери заколочены уже навсегда дойдем на крылечко здесь висел пожарный инвентарь вот так забаррикадированы двери в этот клуб ну чтобы не лазили вандалы заглянем через окошко длинный коридор больше ничего не видно я обошел здание клуба и однозначно вот здесь был в него когда-то главный вход вот такое крылечко красивое снова начался дождь но я не могу не подойти к старой танцплощадке отсюда уже вижу что ее пол сгнил но тем не менее она сохранилась очень хорошо по крайней мере крышу я имею ввиду наконец-то кончился дождь и снова выглянуло солнце сегодня такой день что несколько раз погода менялась то солнце то дождь и нам очень повезло что нам все таки удалось попасть в этот лагерь и показать его вам спасибо 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 спасибо